Федеральные власти приступили к стабилизации цен на продукты. Как сообщает официальный сайт Кабинета министров, сейчас завершается подготовка соответствующей нормативной базы. Председатель правительства Михаил Мишусин уже подписал ряд соответствующих постановлений. Между тем, большинство экспертов признают, что едва ли гражданам стоит ожидать существенного отката цен назад. Как так получилось и что нас ждет в ближайшей перспективе, выясняла наша съемочная группа. О том, что Россию ждет резкий рост цен на продовольствие, эксперты предупреждали еще минувшим летом. Тут наложилось несколько факторов. Во-первых, инфляцию никто не отменял. Во-вторых, в нашей стране традиционно ближе к Новому году дорожает очень многое. Плюс в уходящем году мощный удар по экономике нанес коронавирус, когда очень многие фирмы остались без работы. Тяжелый год и экономически сложный период этот был, дал о себе знать. Поэтому вполне логично, что производители начали повышать цены на свою продукцию. Хотя никто не исключает, что данное повышение носит и сомнительный характер. То есть это может быть и сговор производителей. На нестыковки в объяснениях резкого удорожания обратил внимание и президент страны Владимир Путин. В частности, производители сахара уверяли, что рост цен возник из-за ожидания дефицита. Дескать, сократились посевы сахарной свеклы, при том, что мировые цены на этот продукт выросли. Однако главе государства это показалось нелогичным. Сахарный песок. Министр сельского хозяйства сейчас докладывал. Внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%? Возмутился Путин. С ним согласны и простые граждане, которых просто шокируют цены на социально важные продукты питания. Икру очень дорогая. Почему-то говорят только о гречке. Говорят люди на пшену. Так посмотрите, пшено-то тоже очень дорогое. Яйца очень поражены. Ну всё то действительно. Масло сливочное и растительное. Всё дорогое растёт. Ну просто не как нам говорят, на сколько там 10%. Ну действительно в разы растут цены. Подорожало всё. И курица, и сыр, и сметана. Мука, макароны заметно. Очень заметно подорожали. Сахар. Ну сахар это вообще отдельная тема. Больше всего подорожало масло растительное, сахар. Молочные детские продукты очень подорожали. Детское пюре стоит баснословных денег. Да разве можно в такое вот сейчас время тяжёлое, особенно для таких людей, вот как мы, пенсионеров, и которые маленькие пенсии, маленькие зарплаты, нет работы и такие цены. Вы что? При этом и премьер-министр Мишутин признаёт, что федеральное правительство пустило дело на самотёк и упустило ситуацию. В итоге теперь Белый дом в пожарном порядке пытается остановить рост цен. В частности, предпринимателям предложили ввести предельную стоимость сахара и подсолнечного масла. Первый будет стоить в рознице 45 рублей за килограмм, а второй – 110 за литр. Кроме того, среди вариантов – введение экспортных пошлин и допуск на внутренний рынок импортного тростникового сахара. Как бы то ни было, о прежних ценников нам всё равно уже не видать. Конечно, говорить об откате, я думаю, что не приходится, потому что любой производитель сегодня, он будет объяснять, да, любой рост цен и даже хотя бы сохранение на прежнем уровне высоким уровнем затрат, которые увеличиваются с каждым днём. И, естественно, здесь можно надеяться только на сохранение тех позиций, которые имеют сегодня цены на продукцию. Стоит отметить, что это уже не первая попытка федерального правительства обуздать рост цен. Достаточно вспомнить бензиновый кризис. Тогда тоже был предпринят ряд шагов по стабилизации ситуации. Правда, топливо дешевле не стало. А вот дорожать потихоньку оно продолжает и по сей день. Продолжение следует...